Ты наверняка знаешь, что с фантазией у нас всё в порядке. Ну или она просто больная. Это смотри, с какой стороны подойти к вопросу. Кто сказал, что у меня жизофрения? Однако баттлы на телл-влоге точно уникальны, как ни крути. Не так давно мы предложили подписчикам нашего паблика ВК выбирать между ногой и рукой. Но что там насчёт глаза и ушей? Если бы тебе можно было оставить только что-то одно? Спросили мы и получили вполне однозначный ответ. Но во всём по порядку. Добро пожаловать на телл-влог.нет. И сегодня у нас баттл зрения против слуха. А пока короткая рекомендация. Лето в разгаре, а ты не обновил свой гардероб? Заходи на крутой сайт slonsnickers.ru. В наличии более полутора тысяч моделей кроссовых с доставкой по РФ за считанные дни и оплатой при получении. Не переживай, заказ придёт в срок и приятно удивит качеством. Slonsnickers.ru, заходи, выбирай, покупай. Ссылка на магазин под видео. Раунд один. Восприятие информации. Мы же здесь всё-таки функции органов сравниваем. Поэтому давай выясним, какие из них более полезны. Как правильно подметил целый ряд комментаторов под постом с опросом, около 90% информации человек получает именно через глаза. Не зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И действительно, как жить без зрения? Мне даже страшно представить, каким трудом даётся ориентация в пространстве слабовидящим людям. Чтобы поднять скилл восприятия окружающего мира до уровня вот этого деда, придётся не один год полетать носом в пол через ступеньки и биться головой о стены. Стой, где стоишь? Предупреждаю! И то не факт, что тебя завалят, когда ты будучи слепым, как крота, пытаешься выбить волыну. Но то, что ты с плохим зрением практически наверняка не сможешь драться, как с Тетхом, это ничего страшного. Ты, я думаю, с хорошим зрением хреново дерёшься. А вот ютубчик уже смотреть не сможешь. Это да, залёт конкретный. Хотя в отдельных случаях можно обойтись и без картинок на экране. Я, например, довольно часто, когда иду по улице, включаю какой-нибудь видос, кладу телефон в карман и просто слушаю, почти как радио. Другое дело, что для того, чтобы открыть этот самый ютуб на мобиле или на компе, придётся настраивать специальный интерфейс и привыкать к нему. В айфоне есть такая штука, называется VoiceOver. Типа, должна облегчить жизнь слабовидящим. Ну что могу сказать? Не завидую слабовидящим. Как она может облегчить жизнь? Я лично не знаю. Да и вообще, представь, в один прекрасный момент ты закрыл глаза и... И всё. Ничего не можешь видеть. Придётся покупать палочку, собаку поводыря и чёрные очки, как у Гриши Лепса. Плюс учить шрифт Брайля, чтобы уметь читать. Да, если у тебя оффнется слух, то это тоже печалька. Хотя некоторые вечные, как Химмерсен, звёзды нашей эстрады, неплохо живут и без него. Но если серьёзно, то здесь вариантов для коммуникации с людьми будет побольше. Во-первых, можно научиться читать по губам. Во-вторых, выучить язык жестов и общаться даже с глухонемыми. Никто не говорит, что это изи, но блин. Как-то приятнее осваивать новое занятие, когда ты можешь видеть, что вообще вокруг происходит. Да и чатиться можно спокойно через клаву. А если мы будем учитывать бытовые факторы, то тут тем более всё становится более чем ясно. Кажется, по дебютному раунду двух мнений быть не может. Поэтому зрение 1 балл, слух 0 баллов. Раунд 2. Музыка. Мы не могли не включить эту позицию, поскольку действительно много людей упомянули музыку. Что поделаешь, молодёжи без неё никуда. Кроме того, музыка заняла прочную позицию в топ-10 твоего кайфа. И если ты лишишься слуха, как жить без любимых треков? А зрение, ну блин. Рэй Чарльз же как-то писал ему зло, будучи незрячим. Получалось, конечно, не настолько шедеврально, как у зрячих пацанов САК-47. Но всё равно неплохо. На пару раз послушать можно. Хотя, с другой стороны, Битхоин вообще исполнял чудеса, будучи абсолютно глухим. Но этот уникум исключения исправил. Большинство смертных не смогут ни писать, ни исполнять, ни слушать музыкальное произведение, не имея слуха. А настоящий мастер сыграет и с закрытыми глазами. Даже если они будут закрытыми навсегда. Здесь балл слуху приносят ценители музыки. Зрение. Один балл. Слух. Один балл. Раунд три. Восстановление. Как и в случае с отрубленными аборигенами конечностями, мы сейчас говорим о батле руки и ноги. Следует оценить, что восстановить проще и дешевле, зрение или слух. Разумеется, мы не берем в расчет минимальное ухудшение видимости глаз, которое устраняется в домашних условиях с помощью регулярных упражнений. Тут речь идет о запущенных ситуациях, когда без стороннего межазельства не обойтись. В случае с глазами это всегда хирургия. Да, лазерная коррекция зрения дает побочки только в 2% случая. Но ведь она направлена лишь на изменение формы роговицы для того, чтобы глаза снова обрели способность к фокусировке. То есть это частный случай. Если речь идет о таких серьезных вещах, как хирургическое лечение катаракты, подразумевающее снятие помутнения хрусталика глаза, то возможность того, что зрение после операции ухудшится, тоже невысокая, но все же она присутствует. А вот цену на такие услуги от квалифицированных врачей, к сожалению, никак не назовешь низкой. От 40 тысяч рублей за глаз. Если же мы говорим о восстановлении не до конца потерянного слуха, то здесь на помощь приходят слуховые аппараты. Сегодняшние девайсы для слабослышащих, это не обязательно такая байда, которая напоминает блютуз гарнитуру и бросается в глаза каждому встречному поперечному. На рынке появилась куча миниатюрных гаджетов, так называемых внутриканальных слуховых аппаратов, вообще не привлекающих внимания. И купить адекватный аппарат можно тысяч за 7-8, а это в целых 10 раз дешевле. И самое главное, намного проще операции на глазах. Что касается восстановления полностью потерянных чувств, на данный момент это невозможно. Однако в 17-м году ученые создали прототип микрочипа, который в теории будет помещаться в мозг и транслировать звуки или картинки, смотря что человек не сможет сам воспринимать. Однако сейчас дела обстоят таким образом, что легче излечить слуховые, а не зрительные дефекты. Неудивительно, что фактически 9 из 10 подписчиков нашего паблика ВК проголосовали за сохранение зрения, а не слуха. Итого, зрение 2 балла, слух 1 балл. А какую функцию организма предпочел бы сохранить лично ты? Пиши об этом в комментариях, и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые горячие батлы Ютуба. Ну и на паблик ВК подписывайся, ведь там мы регулярно вместе общаемся и проводим подобное голосование.